УЗИ полового члена это тема нашей сегодняшней лекции, она будет непродолжительной, я думаю, что мы уложимся где-то в 20-25 минут И сегодня мы обсудим как выполнение УЗИ полового члена в Б-режиме, посмотрим какие заболевания мы можем выявить с помощью этого исследования Так и обсудим методику проведения доплеровского исследования сосудов полового члена Сразу говорит, что конечно же пик популярности вот этого исследования, имею в виду доплер сосудов полового члена, пришелся на конец 80-х, начало 90-х годов После этого, как мы все с вами помним, изобрели Виагру и потом появились другие ингибиторы фосфодистораза пятого типа И интерес к этому исследованию, он угас, но тем не менее, даже если мы с вами не будем выполнять его самостоятельно Мы должны понимать, как должно это исследование проводиться И мы должны быть в состоянии оценить протокол исследования, который принесет нам пациент А все, что мы делаем, мы делаем ради него Книги, которые могу порекомендовать для тех, кто хочет изучить этот вопрос более глубоко Это, опять же, руководство Петта Фолджема по практическому ультразвуку в урологии Атлас по ультрасонографии в урологии, андрологии, нефрологии Паскуаля Мартина Это две книги, о которых я не устаю говорить на протяжении всего нашего цикла лекций Есть вот такое вот руководство Бертолотто Оно относительно не новое, это где-то, по-моему, 2005 год И такая вот толстая книга, третье издание Клинический доплеровский ультразвук Вот в этом издании очень подробно и очень детально описывается методика выполнения УЗИ сосудов полового члена Вот эта книга, которая расположена справа Показаниями к УЗИ полового члена являются, по сути, любые заболевания, при которых мы подразумеваем наличие каких-то структурных изменений Которые можно выявить ультразвуком Но обычно, чаще всего, в рутинах мы будем выполнять УЗИ полового члена у больных с болезнью пейрония Поскольку это самая частая причина обращения к урогу Если мы говорим о болезнях полового члена В тех редких случаях, когда к нам будут подать пациенты с переломом полового члена Конечно же, мы можем использовать УЗИ для оценки целостности белочной оболочки кавернозных тел Но наиболее подробно сегодня мы поговорим как раз об особенностях исследования сосудов полового члена То есть доплеровское исследование при эрекции Которые мы вызываем искусственно с помощью вазоактивных препаратов Об этом мы поговорим особенно подробно Несколько слов нужно сказать о методике исследования Сразу говорит, что исследование можно проводить как по вентральной поверхности полового члена Как показано на этих изображениях, так и по дорсальной Сначала мы, как показано слева, проводим датчиком в поперечном положении Осматриваем структуру полового члена Оцениваем состояние белочной оболочки, их агенность пещеристых тел Находим кавернозную артерию и затем уже переводим датчик в продольное положение Для того, чтобы уже проводить исследования, касающиеся именно дорсальной артерии Давайте вспомним анатомию полового члена Она не сложная, здесь вот на левом изображении мы видим в поперечном срезе два кавернозных тела Губчатое тело с проходящей в ней уретрой Мы видим глубокую и поверхностную дорсальную вену, видим дорсальную артерию И самый главный сосуд, который для нас представляет наибольший интерес Это проходящая в толще кавернозных тел кавернозной артерии Вот именно в этих артериях мы будем проводить все замеры Справа показано изображение полового члена в двух проекциях Скажем так, по дорсальной поверхности и по вентральной поверхности При исследовании в покое чаще всего мы будем ставить датчик сверху Это очевидно, и мы будем оценивать состояние кавернозных тел, состояние белочной оболочки, наличие отсутствия бляшек При эрекции датчик обычно ставится с вентральной стороны Тогда у нас будет такое изображение, как показано справа Еще одно изображение структур полового члена Конечно же нельзя не отметить блестящую работу иллюстратора Я просто не смог пройти мимо этой картинки и его мне не показать Если мы посмотрим на вот это изображение, то мы можем с вами вспомнить Откуда, собственно говоря, кровоснабжается половый член То есть на изображении трехмерной реконструкции компьютерной томографии Мы видим с вами внутреннюю подвздошную артерию От которой отходят верхние и нижние ягодичные артерии И отходят внутренние срамные артерии Которые затем уже, как видно на правом изображении, делятся на бульбурутральную артерию Затем дарсальные артерии и кавернозные артерии То есть вот эти три артерии, которые кровоснабжают пещеристое тело и губчатое тело Несколько слов необходимо сказать о физических основах ультразокового исследования И именно в доплеровском режиме Я понимаю, что мы все здесь урологи И, конечно, для нас эта физика сложна И подробно мы углубляться в все нюансы не будем Да помните, как Винни-Пух говорил, что в голове мои опилки и длинные словами я только растраиваю Но мы обсудим один очень важный момент Это угол инсонации Понятие угла инсонации или доплеровского угла Дело в том, что в идеальных условиях, когда мы хотим замерить скорость кровотока в сосуде У нас ось датчика, ось наших ультразвуковых импульсов Она должна совпадать с осью сосуда Так, как показано вот здесь на нижнем графике Но, конечно же, так бывает крайне редко Обычно мы смотрим сосуд под некоторым углом Мы наводим на сосуд так называемый контрольный объем То есть это такой цилиндр, который мы выставляем по длиннику сосуда И для нашего ультразвукового аппарата Это ориентир, под каким углом нужно будет пересчитывать линейные скорости кровотока И все остальные там индекс резистентности И если этот угол невелик, то у нас искажения минимальные Но есть некое пороговое значение Это 60 градусов Если мы возьмем, допустим, угол 90 градусов Вы видите, как здесь То понятно, что ультразвуковые волны, которые приходят на сосуд И отражаются от него Они никаким образом не будут фиксировать скорость кровотока Потому что кровоток перпендикулярен оси датчика Поэтому мы выставляем угол, который должен быть не больше, чем 60 градусов То есть датчик должен располагаться под углом к длиннику сосуда Не больше, чем 60 градусов Во многих аппаратах, если мы выставляем контрольный объем в сосуде И при этом угол не соблюдается То сам аппарат нам напишет, что уголь некорректный И под таким углом проводить измерения нельзя Ну и вот наконец-то в нашей презентации появилось первое ультразвуковое изображение Мы здесь видим кровоток в дарсальной вине полового члена Дальше мы будем обсуждать кровоток в артерии Ковернозной Поэтому это вот в качестве примера того, что мы можем оценить кровоток в вене И мы видим здесь на изображении вот тот самый контрольный объем Мы видим ось, которая выставляется вдоль длины сосуда И на доп. программе мы видим с вами монофазный Видите, он не меняется Низкоскоростной, где-то 4 см в секунду Кровоток в дарсальной вине полового члена Очень важный момент, что оценка состояния ковернозной артерии, оценка венозной утечки Производится только во время эрекции Только во время эрекции мы можем производить замеры Этот момент очень важный, потому что на прошлом цикле У нас был цикл по андрологии, где я читал эту лекцию Мне курсанты сказали, что у них в городе только один человек выполняет это исследование И руководство коммерческого центра, которое направило этих докторов Оно сказало, что вы обязаны узнать в Москве, как же Вот как выполняется УЗИ полового члена, мы тоже должны это делать И они показали протокол исследования И в этом протоколе все замеры производились в покое То есть исследование ради исследования, ради зарабатывания денег Такого быть конечно же не должно Инъекции препарата производятся по стандартной методике Где-то на границе средней и максимальной третьей полового члена Препарат вводится в кавернозное тело После этого делается небольшой массаж Для того, чтобы по коммуникантным венам Препарат распределился в оба кавернозных тела И дальше мы видим наступление эрекции И начинаем исследование примерно через минуту-две после инъекции препарата Для проведения исследований с введением ВАЗ активного препарата Нужно соблюсти несколько условий Во-первых, необходимо взять информированное согласие у пациента На проведение такого исследования Измерение производится примерно через две-полторы минуты после введения препарата И проводится оно в течение 20-30 минут Все измерения проводятся на границе Проксимальной и средней трети полового члена То есть именно в этой точке оценивается кровоток в кавернозной артерии Но можно также производить измерения в области корня полового члена До того момента, когда у нас эта эрекция уйдет Пациент должен находиться под нашим наблюдением И желательно, чтобы в кабинете был набор для аспирации в случае развития приопизма Хотя, конечно же, если мы используем препараты на основе простагландина Е Но вероятность приопизма минимальна И прежде чем говорить об измерениях Мы должны посмотреть, каковы же нормы кровотока в кавернозной артерии И какой размер этой самой кавернозной артерии Итак, в покое диаметр кавернозной артерии не превышает 0,2-1 мм И пиковая систолическая скорость крайне малая Это где-то 5-15 см в секунду При эрекции у здоровых добровольцев Пиковая систолическая скорость кавернозной артерии достигает 35-47 см в секунду И второй показатель диаметра кавернозной артерии должен увеличиваться на 75% и больше Почему здесь стоит знак вопроса? Потому что сама по себе артерия, как мы уже поняли, она очень небольшого диаметра И отследить вот эти вот 75-78% до 100% довольно-таки затруднительно Поэтому основной параметр, на который мы должны ориентироваться, это пиковая систолическая скорость Итак, мы с вами знаем, что оценка кровотока в кавернозной артерии должна производиться во время эрекции Но эрекция возникает не одномоментно, и в этом процессе можно выделить 5 стадий И если мы поставим датчик на кавернозную артерию и включим доплеровский режим после введения вазоактивного препарата Мы можем проследить развитие вот этих 5 стадий Итак, в покое, как я уже сказал, скорость крайне низка Скорость кавернозной артерии не превышает 3-5 мм в секунду И при возникновении эрекции в латентной стадии у нас существенно увеличивается пиковая систолическая скорость кавернозной артерии Кровь активно поступает в синусы пещеристых тел И скорость может достигать 30-40 см в секунду При этом у нас кровоток сохраняется, как мы видим здесь, и в систол, и в диастол Антеградный кровоток При достижении стадии тумисценции, когда у нас уже эрекция достигла определенного уровня И давление уже достаточно высоко в кавернозных синусах Появляется так называемая декротическая выемка То есть мы видим, что в конце систолы кровоток в кавернозной артерии падает практически до нуля, но сохраняется в диастолу При достижении фазы полной эрекции мы видим, что пиковая скорость по-прежнему высока Но в диастол у нас кровоток не только падает до нуля, но и наблюдается ретроградный ток крови в кавернозной артерии И последняя стадия, это стадия ригидной эрекции, когда у нас кровоток снижается, у нас уже нет ретроградного кровотока И это вот как раз пиковая максимально возможная эрекция, которая возникает в ответ на введение нашего вазоактивного препарата Как мы с вами понимаем, основным поводом для выполнения УЗИ плового члена с оценкой кровотока в кавернозной артерии является эректильная дисфункция И также мы понимаем, что эректильная дисфункция возникает не на пустом месте И очень часто это частный случай системного поражения сосудов у наших пациентов Которая, если оставить это состояние без внимания, через 3-4 года может привести к инфарту или инсульту То есть эректильная дисфункция является своего рода предиктором более серьезных заболеваний среди сосудистой системы И у нашего пациента появляется так называемое окно возможностей Когда он может озабочиться своим здоровьем, начать принимать препараты, стабилизирующие липидный обмен Сесть на диету, сбросить вес и так далее То что касается лечения непосредственно эректильной дисфункции, то здесь у нас есть так называемые 3 линии обороны Первая это препараты типа Виагры, то есть ингибиторы фосфодиста раза 5 типа И мы с вами знаем, что у большинства наших пациентов эти препараты прекрасно работают Я думаю, что больше 80% наших пациентов пользуются ими годами Вторая линия обороны, если не помогают препараты таблетированные Это инъекции в половый член на основе простагландина Е Кроме того, существуют миксы с фенталамином и папавирином И если уже и это не помогает, то у нас остается только протезирование То, что касается лоттерапии, я из личного опыта могу сказать, что уже много лет не слышал от своих пациентов Чтобы кто-то этим пользовался, поскольку это не очень удобно и по большому счету не очень правильно А это, пожалуй, самый главный слайд в нашей сегодняшней лекции Мы видим критерии диагностики артериогенной эротильной дисфункции и критерии диагностики венужной утечки Что касается поражения артерии, то мы увидим, что пиковая систолическая скорость в случае поражения артерии будет менее 25 см в секунду Кроме того, дилатация ковернозной артерии будет меньше, чем 75% по сравнению с исходным диаметром Но это параметры, которые, как я и говорил, сложно оценивать и не всегда это возможно И третий показатель – это время акселерации, которое будет удлить То есть у нас время акселерации – это время от наступления систолы до достижения пиковой скорости И при наличии поражения артерии это время более 110 мс Венозную утечку мы можем диагностировать только если у нас нет проблем с ковернозной артерией И основным показателем, говорящим о том, что да, есть ковернозная утечка Это высокая конечная диастолическая скорость, которая не снижается ниже 5 см в секунду И, соответственно, индекс резистентности в этой ситуации будет менее 0,75 Что такое индекс резистентности? Я думаю, что вы помните, это отношение разницы между систолической и конечной диастолической скоростью к систолической скорости То есть, если у нас скорость падает до 0, то индекс резистентности равен 1 Если у нас скорость уменьшается в диастол в два раза, то, соответственно, индекс резистентности будет 0,5 Ну вот, все, что меньше, чем 0,75 – это признак наличия венозной утечки Ну и давайте сразу попрактикуемся Посмотрим на вот эти два изображения Что мы видим слева? Слева мы видим пиковую систолическую скорость 43 И индекс резистентности 0,97 То есть, у нас пиковая систолическая скорость выше, чем 25 см в секунду То есть, у нас нет поражения кавернозной артерии И индекс резистентности у нас больше, чем 0,75 То есть, у нас нет признаков венозной утечки На изображении справа мы видим, что пиковая систолическая скорость низкая Она составляет 16 см в секунду И индекс резистентности 0,72 Он должен был бы нам говорить о том, что есть венозная утечка Да, потому что он меньше, чем 0,75 Но мы помним, что мы можем оценивать венозную утечку, ее наличие Только если у нас нет признаков артериогенной эректильной дисфункции А в данном случае эти признаки есть Но еще раз хочу обратить ваше внимание, что определение индекс резистентности Это очень удобный инструмент для выявления эректильной дисфункции, связанной с венозной утечкой И если через 20 минут после достижения эрекции у нас индекс резистентности менее, чем 0,75 То мы можем говорить о наличии венозной утечки с 95% вероятностью Да, ну давайте рассмотрим еще два изображения На правом изображении мы видим, что пиковая систолическая скорость 51 То есть, у нас нет признаков артериогенной эректильной дисфункции Конечная диастолическая скорость 8 и индекс резистентности 0,84 То есть, у нас полная норма Если мы рассмотрим левое изображение, то мы увидим, что индекс резистентности 0,57 То есть, формально мы можем говорить о наличии венозной утечки Но мы должны обратить внимание, что пиковая систолическая скорость при этом всего 20 А мы говорили, что не менее 25 должна быть пиковая систолическая скорость в норме Поэтому в данном случае оценивать наличие венозной утечки невозможно Да, потому что у нас есть явное поражение ковернозной артерии Ну и на этом мы можем закрыть тему диагностики ректильной дисфункции И пойти дальше Ну, следующее заболевание, которое можно выявить, это приопизм В большинстве, в подавляющем большинстве случаев приопизм, конечно же, ишемический И никакого кровотока при ледоплеровском исследовании мы в нем не увидим Но в редких случаях приопизма не ишемического, то есть, связанного с наличием артерии венозной фистулы Как правило, вследствие травмы Мы можем зафиксировать, как показано здесь, такой очень высокоскоростной кровоток Со скоростями, видите, порядка 120 см в секунду Что, конечно же, не идет ни в какое сравнение с теми показателями, которые мы видели в норме Причины приопизма ишемического Это может быть прием препаратов вазоактивных То есть, инъекции препаратов вазоактивных И вот я вычитал, что Одна из частых причин это сочетание ингибиторов фосфодистораза 5-го типа, например, виагры с кокаином Да, поэтому вы можете теперь своим пациентам рекомендовать, когда вы назначаете виагру Да, так, фактически предупреждать, что с кокаином не сочетаете, может плохо закончиться Перелом полового члена это диагноз, который, конечно же, мы ставим по клинической картине, по анамнезу И УЗИ здесь имеет такую вспомогательную роль Но при УЗИ мы можем тоже увидеть некоторые изменения Какие именно, вот показано здесь Это, во-первых, воздух при разрыве уретры в тканях полового члена Разрыв белочной оболочки, нарушение целостности, который требует, естественно, коррекции И вот третье изображение, это вот гематома на фоне перелома полового члена И мы видим тоже здесь дефект белочной оболочки Очень редкое осложнение, это тромбофлебит поверхностной дарсальной вены Он имеет специальное название флебит мондера Я могу сказать, что я проработал 21 год и видел подобное воспаление вены только один раз Так что это очень редкое заболевание Но вот знайте, что для него есть специальное название флебит мондера И на УЗИ мы увидим вот такую наполненную неоднородными эхогенными массами просвет вены Ну, если мы рассмотрим вообще все ситуации, когда мы выполняем УЗИ полового члена То, конечно же, наверное, в 90% случаев поводом для выполнения УЗИ будет как раз болезнь пейрония Или фибропластическая индурация полового члена То есть у пациентов, которые предъявляют жалобы на наличие уплотнений под кожей полового члена На наличие искривлений мы можем на УЗИ увидеть вот такие вот гиперохагенные с акустической тенью бляшки Описать их размеры, локализацию и количество Ну и самое главное, мы можем не просто голословно, а с датчиком в руках Успокоить наших пациентов, объяснить им, что это абсолютно доброкачественное заболевание Что это не рак Потому что они приходят, конечно же, напуганные, что у меня там что-то случилось Что это, скорее всего, опухоль, скорее всего, злокачественное Вот мы можем показать им на УЗИ вот эту картину И сказать, что нет, это достаточно частое явление Это вот болезнь пейрония, которая потенциально грозит вам искривлением полового члена И возможной операцией, но не более того Ну, еще вот несколько изображений бляшек при болезни пейронии Которые выполнены мной относительно недавно Еще, видите, месяца не прошло Дело в том, что у нас большая часть иллюстративного материала Она заимствована из зарубежных руководств Я думаю, что постепенно мы будем замещать их нашими собственными изображениями Но пока их немного Диагностика структуры уретро с помощью ультразвука Для нас, конечно же, представляет больше теоретический интерес Мы все понимаем, что стандартом является уретрограмма И я в своей практике ни разу не встречал, чтобы кто-то выполнял УЗИ при структуре уретры Но мы должны понимать, что теоретически такая возможность существует То есть, если мы наполняем мочеспускательный канал гелем, допустим, кетоджелем То мы можем выявить и наличие структуры И определить локализацию этой структуры Протяженность И с помощью доплеровского исследования Даже оценить кровоток в прилежащих тканях Возможно, кому-то это пригодится в практике Ну и напоследок Такой слайд загадка Недавно ко мне обратился пациент И я немножко был задачен вот этой картиной Почему я показываю это на лекции, посвященной УЗИ плавого члена Потому что на самом деле это оказалась помпа от трехкомпонентного протеза плавого члена Потому что когда я у пациента спросил все-таки, а что у вас в мошонке Я говорю, а мне поставили протез Так что имейте в виду, что выглядит он вот так Не каждый урок узнает его в таком ракурсе На этом слайде мы можем посмотреть на образец протокола Ультразвукового исследования плавого члена при эректильной дисфункции Наших заокеанских партнеров Мы видим, что здесь достаточно подробно описывается И длина, и ширина кавернозных тел при эрекции Наличие и отсутствие бляшек Каких-то отклонений от нормы Эхогенность пещеристых тел А также предлагается для заполнения таблица В которой указываются скорости до введения вазоактивного препарата А также на 5, 10, 15, 20, 30 и 40 минуте после введения вазоактивного препарата И еще любопытный, назовем его так, документ Это порядок выполнения УЗИ плавого члена Для фиксации его Для протоколирования при эректильной дисфункции Как мы знаем, в США само исследование проводит не врач Проводит технишн И вот он записывает видео Которое затем анализирует уже врач-рентгенолог То есть мы видим, что здесь есть четкий алгоритм Какие именно параметры должны быть зафиксированы Ну и напоследок, я думаю, что вы все узнаете этого персонажа Я хочу нам всем пожелать, чтобы мы так же, как и Джонс Нову Обладали знаниями, обладали мудростью Чтобы у нас в руках были хорошие инструменты В нашем случае это хорошие УЗИ аппараты И чтобы мы все умели грамотно, мудро этим пользоваться Спасибо за внимание 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 Спасибо за внимание